Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео делаем абсолютно честный обзор на, наверное, одну из самых дорогих... Нет, неправильно. Наверное, на самую дорогую ПТ-ху в нашей игре, а по совместительству самый дорогой аппарат в нашей игре. Я не помню, честно говоря, что БВЗ-ху выставляли на продажу за реальные деньги, либо за голду. Пишите в комментариях, поправьте меня, если я не прав. Что касается того, как данную машину можно получить. Ну, данный аппарат можно получить из каких-то контейнеров, в основном платных, бесплатных ни разу не встречал. Ну и еще, ребят, этот аппарат можно было забрать в одном из ивентов недавно, в котором необходимо было покупать за реальные деньги наборы в магазине. Ну и, соответственно, дойти до данной машины путем сбора определенной игровой валюты. Короче говоря, тогда задонатить надо было что-то в районе 300 баксов, для того, чтобы забрать себе вот эту вот ВЗ-ху. Чем она так уникальна? Попытаемся разобраться. Да и попытаемся разобраться, а стоит ли она этих 300 баксов. Хотя, по-моему, в принципе, вопрос риторический. Ну ладно. Окей, проехали. Давайте посмотрим сначала на вооружение. Что касается орудия. Здесь действительно бодро, классно, все сбалансировано. Вопросов по орудию у меня лично нет. 8,4 время перезарядки с учетом оборудования и амуниции приводят с учетом альфы в 400 единиц средних к ДПМу в 2870. Согласитесь, крайне приятная цифра на восьмом уровне для ПТХи. Время сведения комфортное. Тоже касается разброса. Да, пускай не идеальные углы склонения орудия вниз минус 6. Но в целом, ребят, в основном отыгрывать комфортно. С этим, ребят, спорить не буду однозначно. Что касается брони. Кто-то скажет, что имбаем. Я, так сказать, не могу. Потому что здесь действительно не все настолько бодро, насколько кажется. Здесь есть нижний бронелист, который абсолютно спокойно пробивается. Пускай он не очень большой, но, поверьте мне, выцеливают его, я бы сказал, не слишком больших усилий на то закладывая. Что касается верхнего бронелиста, радует то, что он абсолютно цельный. Здесь нет никаких уступов, ничего подобного. И вот в такой прямой проекции, с учетом приведенки, здесь 237. Ну, пускай где-то там в каких-то точках 245, 250. Но это прям вот здесь вот совсем на самом краю, наверху. Что касается позитива. Здесь нет никаких лючков, нет никаких компашенок. Короче говоря, все четенько, все классно. И очень бодро, на удивление, танкует. Но все же, если вы где-нибудь в низинке находитесь, то вот так вот 200 миллиметров, согласитесь, пробьют все, кому не лень. Что касается играть вот так вот ромбом. Довольно неплохо получается. Дело в том, что здесь очень хорошая приведенка в бортах. Борта абсолютно ровные. К ним претензий нет. Что касается под выступающим бортом. Здесь тоже все бодро. Ну и здесь какая-никакая приведенка есть. Но все же, ребят, когда вы отворачиваете орудие, как видите, полностью орудие вы, ну, вывернуть в сторону врага не можете. Если вы выезжаете из-за каких-то препятствий, по типу дом, допустим, и так далее, то сразу вы показываете львиную долю своего силуэта. Ну и, соответственно, оголяете свой нижний бронелист. А вот это уже действительно не очень комфортно. Что касается сравнения с другими машинами. Во всем, вот полностью во всем, что я здесь видел, машина абсолютно средниковая. Средний ДПМ, среднее пробитие, средняя альфа. Выстрелов в минуту, среднее количество. То же самое касается времени перезарядки. Есть кто-то перезаряжающийся быстрее, кто-то перезаряжается дольше. То же самое касается калибром, то же самое касается скорости полета снаряда. Короче говоря, машина сбалансирована таким образом, что она во всех показателях абсолютно средняя. Скорость у нее очень хорошая, 50. Есть буквально несколько ПТХ, которые могут переплюнуть ее. Ну, в частности, двое вот этих вот ребят. Одного названия, которого я все никак за 9 лет не могу научиться выговаривать. И вот этот вот Scorpion G. Все, все остальные машины имеют скорость меньше. И несколько машин на уровне имеют такую же скорость в 50 километров. Короче говоря, по скорости, по динамике машина абсолютно комфортная, абсолютно нормальная. 175% доходности. Ничего удивительного, ничего парадоксального. Есть доходность, да и есть. Что касается процента по победам, то здесь действительно интересно. Обратите внимание, целых 1125 человек катали данную машину за последнее время. И сделали на ней 55,5% по победам. Это лучший показатель по ПТХам на уровне. И здесь у меня возникает вопрос. Каким образом? За счет чего? Почему данная машина, имея абсолютно средние показатели, ничем абсолютно не выпячиваясь вперед, умудрилась собрать такое количество побед? Я лично ответ для себя знаю. Ну, а вы, наверное, хотите его узнать. А для этого мы с вами обязательно отправляемся в первый попавшийся бой. Выбрали себе встречный режим. Ну и, соответственно, попытаемся данную машину реализовать. Против нас будут две девятки. Это не очень хорошо, потому что против девяток, ну, прямо скажем, не совсем комфортно отыгрывать. Плюс к тому, конкретно на данной карте особого удовольствия играть на данной машине тоже нет. Потому что очень много всякого рода неровностей. Ровность одна есть это в городе. Но все-таки в развалинах там особо на данной машине делать нечего, потому что у вас светится постоянно нижний бронелист. Угол склонения орудия вниз, минус 6, выглядит вот так вот. И, в принципе, несмотря на то, что угол склонения орудия вроде бы и не сильно-то комфортный, да, там минус 6, должно вроде бы пугать. Но в то же время, когда вы поднимаетесь куда-то, у вас угол склонения брони настолько хорош, а расположение орудия максимально в верхнем положении находится по отношению к вашему корпусу, что в целом, ребят, даже вот так вот как-то стоя, в основном будете собирать непробитие. Хотя выцелить горизонт, как вы видите, ну, я бы сказал, не сильно удобно. Попытаемся немножко попытэшить. Если наши ребята сейчас пустят кого-нибудь вперед, то у нас это получится сделать. Если нет, будем подтягиваться ближе. Сразу на передовую ехать однозначно не стоит, ну, просто потому что машина, я бы сказал, недалеко хорошо бронированная. Поэтому ребят не сильно бодро встречает своих соперников, особенно, что касается тяжелых танков. Подвижность просто классная. Действительно перемещаешься абсолютно спокойно. Как только принимаешь решение о том, что сейчас я поеду сюда, в принципе, можешь это реализовать. Проблем для тебя это абсолютно никаких не составит. И в этом действительно одна из фишек данной тачки. Что касается того, чтобы отстреливать. Урон классный. Более 400 единиц в основном вылетает. То есть средний в 400. Но в основном, в основном, ребят, закидываешь больше. Как я понимаю, сейчас, скорее всего, будет победа. Но не благодаря нам, а благодаря нашим союзникам. Ну, а мы попытаемся машинку реализовать по максимуму. И после того, как посмотрим результаты, обязательно запрыгнем в следующий бой. Бодро, классно передвигается машина. И что самое приятное, что для того, чтобы точно забрасывать, тебе нет необходимости полностью сводиться. То есть, в принципе, твоего сведения больше, чем достаточно для того, чтобы нормально выцелить. Здесь я уже сейчас психанул. Раньше, раньше начал выворачиваться, чем выцелил. Ну, классно, реально. Реально классно, когда ты попадаешь четко туда, куда ты целишься. Это действительно доставляет массу удовольствия. Так, хулиган. Зачем ты хулиганишь? Один остался бедняга, мне его крайне жаль. В то же время, ребят, это, в принципе, путь к победе. Почему бы и нет? Давайте подкатимся, закинем дополнительного урона. Не сильно много мы набросали за этот бой. В основном, ВЗ-ха накидывает достаточное количество урона. В целом, 2500. Для нее это не является вообще никаким показателем. В основном, цифры 2700, 2800 особо не стараясь. Главное, чтобы у вас были засветы ваших союзников. И накидывайте себе спокойненько урон с каждым моментом, как только вы перезарядились. 1635 единиц, один уничтоженный товарищ. Что касается доходности, тут явно будет не фонтан. Ну, 175 есть 175. Это далеко не худший, но и далеко не лучший показатель по доходности. Что касается результативности в команде, то я умудряюсь занять третье место. Ну, вот такой вот парадокс. Быстренько ставим лайки ребятам, которые заняли верхние позиции в обоих командах по урону. И обязательно запрыгиваем в следующую катку, для того, чтобы заценить данную машину на постоянство в бою. Такс, поехали. Ждем захода в бой и продолжаем обсуждение. Итак, друзья мои, попали в бой. Это очень хорошо. Радует то, что хотя бы на восьмом уровне не стоит долго ждать. У меня все чешутся руки поснимать видосики, обзоры на машинки нижних уровней, на коллекционки, которые редко встретишь в игре. Но настолько сложно зайти в бой, что в целом пока данная идея у меня в основном только в мыслях и в надеждах на то, что разработчики с этим все-таки что-то сделают и сделают так, чтобы можно было и на нижние уровни абсолютно без печали заходить. Так, ну вот поворот орудия в сторону, то что я говорил, приходится выворачиваться. И давайте посмотрим, куда пробивают. Пробивают в нижний бронелист, то что я вам говорил. Что несмотря на то, что он вроде бы и не сильно маленький, в то же время его абсолютно спокойно выцеливают. Давай, бросай, отходи, а я попытаюсь прицелиться. Так, комбашня. Чуть ниже, чуть ниже закинул, чем комбашня. Не очень, конечно, хорошо получилось. А вот теперь проблема с углом склонения орудия. Но на данной позиции она, в принципе, практически отсутствует. В то же время меня начинает выцеливать вот этот вот товарищ. Его спугнули, ну а мы можем поработать. Не могу сказать, что это орудие божественное, но то, что оно комфортное, это однозначно. То, что вам не будет играться сложно на данном аппарате, по крайней мере в отношении орудия, это 100%. А вот в отношении брони, ребят, далеко не все так прелестно, как многие рисуют. Досматриваем данный бой и идем в следующий. Итак, друзья, 1276 единиц нанесенного урона. Мой косяк. Все-таки порвал я у себя гусли от скорости движения вперед. Не стоило мне настолько сильно выпячиваться. Но жадность сыграла, ну как есть, так и есть. При этом все, первое место в команде по урону. Ну и возможно, то, что мы сейчас проиграли, зависело абсолютно не от меня и не от ВЗ, а просто от того, как бой сложился и как отыграли в союзнике. Та же самая лорка вообще не нанесла никакого урона. Что касается ВЗХ, в ней действительно есть огромная проблема. Она связана с тем, что машина требует от вас самообладания. Вот чувствуя всю подвижность данной тачки, чувствуя всю свою уникальность в бою, потому что ты один такой на ВЗХе, тебя постоянно подмывает побежать вперед и всем наваливать. И это очень большая ошибка, потому что как только вы рветесь вперед, вас начинают разбирать. И это факт. И что бы там ни рассказывали про ВЗ, что это прям имба имбовая. Нет, ребят, это не имба. Это просто очень редкая машина. Такой себе единорог, который является популярным, крутым и известным именно потому, что его мало. Потому что его не выставляют на продажу, потому что к нему не дают открытого, простого доступа. И поверьте мне, если бы данных машин было гораздо больше, если бы они появлялись на продаже, с такой же периодизацией, как появляется тот же самый Scorpion G или, я не знаю, там, СУ-130БМ. Да вообще, в принципе, любая другая машина, которая есть у нас в игре, то, в принципе, ребят, вся вот эта вот крутость и уникальность, она бы лопнула как мыльный пузырь, как мне кажется. Разработчики правильно абсолютно делают, я имею в виду коммерчески правильно, то, что не выставляют данную машину на продажу. Они таким образом подогревают публику, но и, соответственно, всем интересно данную машину себе заиметь, поучаствовать в каких-то конкурсах на нее. Я больше чем уверен, что если, допустим, там, придумают какой-нибудь ивент на данную машину, то народ себе, в принципе, пальцы сотрет в ноль только лишь для того, чтобы данную машину попытаться себе получить. При этом всем, ребят, как бы это ни звучало, но все же и я с удовольствием бы на данную машину начал бы потеть. Я бы стирал пальцы для того, чтобы ее себе получить. Но уж больно она бодрая, уж больно она прикольная и интересная. Этого у ВЗХи не отнять. У нее действительно шикарная подвижность, у нее действительно великолепная динамика, у нее обалденная, просто обалденная чумовая поворотливость, то есть ты можешь вполне спокойно вписываться в любые повороты на любой практически скорости. Тебя довольно сложно закрутить. Ты можешь подъехать в любой момент в абсолютно неожиданную позицию, дать вот так вот урон по колоссу, который вообще не ожидал тебя здесь увидеть. Потом выехать с великолепным сведением, дать вот так вот по Т-28-му Дефендеру, подождать пока перезарядишься, получить тычку. Но это я уже просто, в принципе, говорю все, что происходит в бою. Но, ребят, это действительно очень бодро и очень классно. Единственное, что вам действительно будет крайне сложно играть самостоятельно. То есть если у вас нет поддержки от вашей команды, то, соответственно, вас будут разбирать на запчасти, вас будут раскручивать на болты и гайки и отправлять вас бодро в ангар. При этом всем, ребят, ваша сила заключается в том, что отчасти вас, ребят, боятся. Многие не хотят связываться с ВЗ-хой. Многие, когда видят, что в списке команды есть ВЗ-120, они не хотят подъезжать ближе. Сейчас опять жадность взыграла, мне необходимо было отходить. Я очень сильно хотел все-таки свестись и дать выстрел. Досматриваем результаты боя. Ну, а пока будем их досматривать, выскажу свое мнение по поводу ВЗ-хи. Мне очень нравится данная ваза. Понятное дело, что я, как нищебродный ютюбер, не готов валить 300 баксов за один раз в игру для того, чтобы данную машину себе получить. Но, как я уже сказал, если будет возможность данную машину получить не за все сокровища мира, я обязательно сделаю все возможное, чтобы ВЗ-хо стояла у меня в ангаре. Она действительно бодро и весело отыгрывается. Она доставляет массу, массу удовольствия. И что самое интересное, ребят, она не требует от вас каких-то дополнительных навыков в игре. Единственный навык, которым вы должны обладать, как я уже говорил, это сдержанность. Не лезть вперед и отключить по возможности свою жадность, для того, чтобы, как я сейчас, глупо не слиться на перекрестке, получив тычку на оставшуюся ХП-шку. Вот такая вот она ваза. Досматриваем бой, посмотрим на результаты и будем подбивать итоги. Итак, друзья мои, 2000 нанесенного урона. Победа. Победа благодаря нам или благодаря команде? Сейчас посмотрим. То, что мы сделали свой вклад, это однозначно. А вот что касается уровня этого вклада, все зависит от того, насколько вы подкованный игрок. Второе место, ребят, в команде по урону практически ничего не делая. Если бы я не упоролся, набил бы еще больше. Кто-то напишет в комментариях по поводу того, что я не умею играть и что на данной машине, будь я более опытным игроком, я бы сделал гораздо больше и просто неправильно машину зацениваю. Я скажу откровенно и сразу, я не статист. Я обычный среднестатистический игрок, который в основном играет ради удовольствия. Если бы я был статистом, у меня был бы такой навык, как стоять за спинами своих союзников, накидывать по их засветам урон и красоваться великолепной средней статистикой по урону на уровне и так далее. Поскольку к статистам я не отношусь и у меня при этом все, уже 9 лет присутствует вожжа под хвостом, которая не дает мне стоять на месте, а постоянно рвет меня вперед в бой, именно вот так вот в моих руках периодически, практически в основном, отыгрывается ВЗ-121 ГФТ. Что могу сказать из плюсов по данной машине? Однозначно подвижность, однозначно очень бодрое, классное, хорошо сбалансированное орудие и в этом действительно фишка ВЗ-хи. Что хочется сказать о минусах? Это далеко не имба, если вы среднестатистический игрок. Это очень хорошо забронированная машина в верхнем бронелисте и очень страдальческая в нижнем бронелисте. Этого у нее не отнять. Понятное дело, что корму и борта у нее разбирают на ура и в принципе у нас все машины в игре такие. Ну просто потому, что если этого не будет, то тогда это будет какая-то неприступная скала. Что хочется сказать в отношении индивидуальности данной машины? Действительно, индивидуальность у данной машины есть. Она одна такая, с нее все хотели бы сдувать пылинки, если бы она стояла в ангарах. Но, ребят, все-таки стоит отметить, что 300 баксов это действительно перебор, как сумма доната для того, чтобы данную машину забрать. Да, понятное дело, что донатили ребята не только в эту машину, они еще и забрали себе доброе количество голды в районе там, по-моему, что-то там 150, да, по-моему, тысяч золотом они собирали с этих наборов, а то и больше, по-моему. Но вопрос не в том. Вопрос в том, что все-таки ценник большой. Согласен ли я с ним? Нет, не согласен. Согласен ли я с позицией разработчиков в отношении того, чтобы данную машину не выдавать всем, кому не лень? Да, согласен. Это классный коммерческий ход, и я больше чем уверен, что он делает свое дело. Хороша ли ваза? Да, безусловно. Стоит ли ее себе заиметь по божеской цене и по возможности? Да, однозначно. Вот такая вот она, WZ-121GFTM в честном обзоре. Если вы за честность автора, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я стараюсь специально для вас. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.